Продолжим выпуск. Сегодняшний воскресный день был не похож на остальные. Даже общественный транспорт был более наполненным, чем обычно. Наша съемочная группа решила проехать в троллейбусе и узнать, как его пассажиры решили распорядиться этим выходным днем и нашлось ли в списке их дел и забот время для участия в выборах. Большинство из запрошенных нами предпочли начать свой день с голосования, но были и те, для кого этот день рабочий. Но понимая важность каждого голоса, они запланировали реализовать свое право выбора по окончании рабочей смены. Троллейбус как символ нашей страны. Пассажиры разного возраста, национальности, профессии и взглядов держат свой путь по важным для них делам. Но сегодня практически каждый из них решил сделать еще одно важное дело, важное для всей страны – принять участие в выборах. Еду домой. Успели сходить на выборы? Да, конечно. Мы с семьей проголосовали вместе, а потом уже приехал сюда, в Кишинев. Насколько я знаю, наши близкие уже проголосовали. За что вы голосовали? За лучшее будущее, как для студентов, к которым я отношусь, так и для всех. Голосование – это мнение каждого. Как еще мы можем выразить свое мнение, если не через выборы? Вышла из дома и еду в город. Вы голосовали? Да. Когда вы успели? В какое время? Перед тем, как выехать, где-то около часа дня. Где ваши дети голосовали? В Англии голосовали. Они давно живут в Англии? Да, уже около шести лет. И они воспользовались своим правом голоса? Да, я уже с ними разговаривала, и они мне сказали, что да. За что они голосовали? За лучшую жизнь, мирную жизнь, чтобы в стране был мир, была стабильность. Приехала из Вадулуеводы, была в больнице и возвращаюсь домой. Успели пойти на выборы? Конечно, проголосовала. Пусть будет мир на земле, и пусть у нас будет все, и повысятся пенсии. С некоторыми горожанами мы пообщались, когда они шли на избирательные участки. Они сказали нам, что возлагают большие надежды на нового президента. Возвращаюсь из Промо-Лекс, работаю в Ассоциации глухих, и сейчас собираюсь проголосовать. Скажите, какими качествами должен обладать президент? Болеть за народ, иметь план на будущее и обеспечить нам лучшую жизнь. Сейчас иду голосовать. Какие ожидания у вас от нового президента? Новый президент должен сосредоточиться на внутренних проблемах страны, меньше на внешней политике, меньше на пиар-компаниях, то есть больше на поступках, чем на красивых словах. Однако не у всех воскресенье – выходной день. Некоторые вынуждены идти сначала на работу и только после этого выбирать президента. Я еще не был. Вы не были, но собираетесь? Я на работе, думаю, пойду попозже, как закончу. Во сколько вы освободитесь? В 19.00. Успеете? Я думаю, да. Каковы ваши ожидания от нового президента? Я надеюсь на лучшее, но, к сожалению, не знаю. Грустно как-то. Почему? Потому что люди разочарованы и не видят светлого будущего. Проголосовали? Скоро пойду. Во сколько вы заканчиваете работу? Чего вы ждете от нового президента? Что ему делать? Как ему быть? Разговаривать с людьми, знать желания людей.